спасибо был отличный заход про расстрельный список препаратов постарались не очень понравилось всем привет там и господа кто не знает я никита жуков врач невролог автор расстрельного списка препаратов как уже было сказано научно-популярных книг и конечно биохакер вот да меня сюда позвали видите я до 30 лет дожил видимо умею что-то делать с жизнью не умер пока хронических заболеваний тоже нету вот собственно давайте начнем что же такое биохакинг ну хакинг это хакеры вы знаете да ломают программу все такое биохакинг это биологический хакинг то есть попытка якобы взлома каких-то биологических вещей в человеке биологических это имеется ввиду природных то есть которые предопределены которые мы ну вроде как не особо то можем на них повлиять чем они занимаются в первую очередь ну во первых они рассказывают что это все сугубо очень научно это прям последние прорывные технологии все такое и стараются так или иначе продлить собственную жизнь или как-то улучшить собственные способности как физические так и когнитивные какие бы какие бы то ни было еще но к сожалению как таковой науки под названием биохакинг или как-то похоже не существует так же как не существует явных технологий биохакинга или каких-то проверенных методов биохакинга и тут все немножечко уходит в сторону от науки получается что у нас остаются только какие-то отдельные экспериментаторы которые занимаются паранаучной деятельностью то есть около научной и у которых есть собственный личный интерес прожить дольше чем остальные чем в среднем живет человек улучшить собственные мозги ну это если они тупые либо прокачать себя там физически или как-либо еще получается некий набор признаков которые можно сравнить с намного более известной и древней штукой прекрасно понимаете с религией там тоже все двигаются страхом смерти точно также как биохакеры мы же прекрасно понимаем что продлить себе жизнь хочется не для того чтобы в 120 лет сделать великое открытие это физически невозможно 120 лет человек уже все равно не тот что в 20 поэтому это просто банальный страх смерти не научный подход поскольку я сказал нет такой науки биохакинг и в принципе в науке нет нормального определения что такое биохакинг это все косвенные выводы и личные фантазии отдельных людей и поэтому это все складывается исключительно в веру человек что-то хочет думает вот я мол проживу не 80 лет а 100 120 больше использует для этого какие-то непонятные технологии ну и между этим естественно зарождается вера там где есть вера там нет науки это практически аксиома и из этого все вытекает трата времени и денег потому что неизвестно чего он достигнет может действительно что-то получится может получится прожить до 100 или до 120 лет но вероятность неизвестно совершенно и поэтому если мы смотрим в ближайшей перспективе это получается просто трата времени и денег как было написано анонса трата времени на то чтобы продлить время жизни я посчитал что это достаточное количество признаков чтобы можно было всю эту историю сравнить с религией я все люблю сравнивать с религией но давайте все-таки разберемся зачем как я сказал продление жизни это вполне логично приписать страху смерти который естественно для человека он преследует всю историю человечества существования все хотят быть бессмертными это совершенно нормально это в нас заложено иногда это бывает психопатологии и называется тоната фобии но мы не будем говорить что это фобическое расстройство до разбрасываться диагнозами на неопределенную публику допустим это вот просто нормальный страх смерти но все же зачем человеку жить дольше я уже сказал что в 120 вы конечно чисто физически не будете тем же человеком что в 20 лет вряд ли вы сделаете великое научное открытие если вы не очень продуктивны в 30 лет в 60 лет вы будете ну как минимум в два раза менее продуктивный 120 делайте выводы сами поэтому единственное что тут можно рациональное найти это собственно ну типа просто подать прожить подольше посмотреть на будущее посмотреть не на внуков правнуков она про 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 правнуков то есть чисто эгоистические позывы которые не действуют не делают ничего глобально полезного не делают ничего глобально а если мы посмотрим на возможные негативные аспекты ну хочу напомнить у нас не так давно повысили пенсионный возраст и конечно никто не рассчитывал на то что могут появиться какие-то толпы биохакеров которые вдруг проживут не до 80 до 100 или до 150 лет кто им пенсию ты будет платить ну я лично не сильно бы хотел чтобы там мои внуки работали для того чтобы оплачивать пенсию 150 летним биохакером ну я уверен почти что этого и не будет ну ладно придем к методам это самое интересное обозревая различных биохакеров я перед тем как составить эту лекцию посмотрел огромное количество их интервью видео блогов и всего прочего все их методы что они собственно с собой сделают можно разделить на три группы первый это контроль показателей вообще каких угодно у всех у каждого этот спектр различается кто-то ограничивается просто фитнес трекером у кого-то дополнительно есть всякие приложения для контроля сна бодрствования физической активности еще чего-то кто-то делает десятки анализов крови чтобы посмотреть в них еще десятки показателей и видимо сделать какие-то выводы но вот в чем проблема по отдельности все перечисленные мной вещи вполне себе интересны научные и так далее возможно даже приносят какую-то пользу ну то есть если вы постоянно контролируете собственное давление например или контролируете там количество шагов в день поддерживаете физическую активность это вполне полезно и обоснованно но как это все вместе действует еще и просто на здорового человека никому не известно нету таких научных исследований что вот можно 10 тысяч параметров за человеком смотреть и вообще в принципе сделать какие-то выводы не говоря уже о том что как-то это изменить или модифицировать особенно если мы говорим про анализы крови если мы вспомним самого интересного самого известного наверное в медийной сфере биохакера сергея фаге он заявлял что он контролирует десятки показателей в анализах крови периодически это делает ну и он там потратил какие-то сумасшедшие 250 тысяч долларов на всю эту историю мы к сожалению мы медицина врачи не всегда знаем что делать анализами у больного человека у которого достоверно есть диагноз мы там смотрим у него по анализу какое-то конкретное снижение ну как бы эта констатация факта окей да как бы просто подтверждение что делать с незначительными изменениями в анализах крови у здорового человека неизвестно вообще никому даже если теоретически можно подумать что на эти показатели как это можно повлиять тем более никто не знает к чему это приведет еще дальше может быть изменится все остальное и тогда опять что ли придется что-то менять это все к сожалению науки совершенно неизвестно поэтому первая группа методов контроль различных показателей слежения за своим телом она имеет под собой некую научную основу ну то есть это действительно там лабораторные анализы крови делаются уже не один десяток лет мы прекрасно знаем как они работают это действительно научно обоснованную и все такое прочее но что делать с этим для здоровых людей как при помощи этого продлить свою жизнь или улучшить способности такого к сожалению никто не знает науки здесь нет только фантазии второе введение розовых дневничков совершенно аналогично с предыдущим предыдущей группы с одной стороны с одной стороны здесь есть хорошая история про то чтобы ну например как в у больных гипертонической болезнью записывать свои показатели давления это хорошо правильно это прям медицинский метод точно также меня врача невролога пациенты с головной болью я всех заставляю вести дневник головной боли они записывают из этого можно сделать какую-то статистику и с ней работать это неплохо но здесь помимо дневников наблюдений всего прочего мы сталкиваемся еще со всеми любимыми блогами поскольку биохакеры это все-таки отдельные личности то про всю их деятельность мы знаем только с их слов только из того что они написали в своем блоге в рассказали в ком-то интервью или там сняли видео и это исключительно личный опыт это субъективное мнение более того невероятно ангажированное потому что человек сам вроде бы что-то что-то типа делает а потом такой говорит ну вот смотрите я вот это сделал мне стало хорошо смотрите я вот биохакер проживу теперь 120 лет не то что вы дураки это естественно к науке никакого отношения не имеет даже близко до личный опыт может иметь ценность до из него теоретически можно даже какую-то статистику вывести но никаких выводов ни в коем случае и тем более это нельзя примерять примерять на себя если вы посмотрели на кого-то биохакера которого которому стало почему-то лучше не значит что вам тоже станет лучше вообще не значит третья группа собственно действия она самая большая потому что делать со своим телом все-таки можно много чего и собственно биохакеры этим занимаются ища в исследованиях всякие косвенные паранаучные утверждения про то что что-то может быть полезно что-то там продлевает паре крыс в исследовании жизнь на там типа две недели они это все запихивают к себе и собственно принимают горы таблеток бадов занимаются активной физкультурой это безусловно тоже неплохо контролирует собственный сон стресс это тоже под большим вопросом мы правда в медицине до сих пор не уверены сколько человек должен спать и действительно ли у всех должен быть более-менее одинаковый график сна или на самом деле никакой особо разницы нету это тоже все еще не открытые вопросы и собственно чтобы их открыть надо заниматься именно наукой они собственными личными экспериментами вся эта история не нова я уже говорил что человечество всю свою историю пыталась прожить подольше это совершенно нормально если мы вспомним средневековье там были алхимики они искали философский камень пытались из него сделать эликсир бессмертия но в отличие от скажем биохакеров которые грубо говоря как новые алхимики пытаются сделать из той алхимии все-таки частично выросла нынешняя медицина которая вполне себе если мы посмотрим глобально не в нынешнее определение термина биохакинг а вообще что делала медицина и особенно история медицины то мы посмотрим что вообще-то вот это и есть самый настоящий биохакинг ничего сверху выдумывать фантазировать не нужно совершенно я приведу буквально несколько маленьких примеров они умещают будут умещаться вот в четырех пунктах прививки антибиотики научные исследования рандомизированные распространение профилактики все это суммарно спасло такое количество миллионов жизни на такое количество лет в сумме что ни одному биохакеру даже близко не снилось это вот самое настоящее изменение нашей биологии биологии человека чтобы он меньше болел инфекциями чтобы если он заболел кими-то инфекциями можно было его вылечить антибиотиками это и есть биохакинг здорового человека не курильщика теперь факты поэтому все полтология да я просто примерно говорил что ну вот мол это типа не научно вот поэтому обратимся к конкретным фактам первое данных недостаточно я об этом уже говорил у нас довольно большое количество исследований в принципе медицинских биологических биохимических они появляются каждую неделю тысячами умные люди их читают делают систематические обзоры мета анализы по ним делают какие-то выводы и из этого собственно слагаются клинические рекомендации и это и есть основа доказательной медицины современной медицины так вот это непрерывный процесс это происходит постоянно и из вот этих больших выводов собственно все и работает это и есть научная часть медицины в том виде в котором она должна быть если мы будем копать по отдельности каждое исследование и искать там все маленькие какие-то косвенные выводы да как я уже говорил что там мол пара крыс прожила на две недели чуть больше это не значит совсем ничего это не значит что это можно применить к человеку но тем не менее биохакеры именно этим занимаются но это недостаточность данных мы не можем делать выводы это не наука второе прошло недостаточно времени биохакинг как термин все-таки довольно недавно зародился и мы все еще не видели ни одного выжившего биохакера также как и не видели ни одного мертвого биохакера поэтому у нас в принципе нет исходов для того чтобы говорить правильно это неправильно или вообще никак совершенно черт его знаю нам понадобится ну как минимум лет 50 чтобы вот это не нынешнее поколение тех кто увлекается бадами ноотропами и прочими приколами либо умерла либо не умерла ну либо там действительно прокачала себя до сверхчеловека что вряд ли третье во всей этой истории не существует единой методики или технологии или еще чего-то у каждого отдельно взятого биохакера свой собственный метод который сшит непонятно из чего из совершенно различных возможных показателей которые стоит контролировать просто по его мнению из введения да там собственного блога торговли бадами и еще чем-то из применения таблеток или еще чего-то и более того мало того что мы не знаем из чего они собрали все эти методы мы даже не знаем насколько они реальными пользуются это и есть вот такая абсолютную субъективность и непрозрачность которая отделяет все такие пара научные вещи от собственно науки четвертое единичные наблюдения ну тут понятно если бы мы проводили систем систематически рандомизированные испытания клинические набирали бы туда хотя бы там по тысячи человек добровольцев и там примерно стандартные вещи им давали можно было бы придумать какие-то выводы но когда это единицы блогеры которые жрут ноотропы бады а потом говорят что им вот вроде получше стало давайте тоже все жрите бады это единичные наблюдения на них нельзя строить выводы в принципе это субъективно и аналогично 5 нет контроля как вы все прекрасно знаете известную фразу все врут вот я честно пока смотрел десятки всяких интервью видео с биохакерами у меня в голове все время та же самая мысль крутилась когда я слушаю всяких сыроедов и веганов я почти полностью уверен что они врут нам чертовски врут они на самом деле жрут все что не приколочено но публично в тексте на видео они могут сказать все что угодно это не проверить вообще никак совершенно это личная закрытая часть с биохакерами то же самое именно поэтому это не наука мы можем читать очень клевые интервью там того же сергея фаге как ему классно как он тратит кучу денег но насколько это соответствует реальности мы не узнаем вообще никогда ну и шестое трата ресурсов ладно бы трата личных ресурсов человек волен распоряжаться собственными деньгами как ему угодно но мы не знаем к чему приведет весь этот биохакинг чуть дальше я даже не говорю про через 50 лет через десять а что если вдруг все эти биохакеры поедатели бадов и всего прочего резко начнут болеть именно из-за того что они насиловали свой организм голоданием физической нагрузкой закидывались бадами антидепрессантами на тропами еще чем-то в неконтролируемых количествах и без какой-то патологии то есть будучи здоровыми они начнут болеть их начнет лечить бюджетная медицина мы будем тратить наши налоги вот на то что кто-то биохакер не вижу в этом ничего хорошего и самое главное что забывают все кто хотят говорить про биохакинг и говорят что это научно с научной точки зрения здоровье состоит из вот таких четырех пунктов не состоит а в первую очередь зависит от таких четырех факторов допустим даже биохакеры делают образ жизни на 99 процентов хорошим да но они ничего не смогут сделать с наследственностью это целых 20 процентов они вряд ли что-то смогут сделать медициной это еще 10 процентов даже если мы представим что принимаем им таблетки действительно принесут какую-то пользу мы все равно не можем отрицать того что любой биохакер может попасть в дтп у него будет перелом позвоночника и два года он будет лежа лечиться без всего своего биохакинга и все пойдет коту насмарку за деньги у мс и бюджет и налоги и все прочее это и есть медицина 10 процентов ну и конечно экология 20 процентов я пока все это дело изучал и смотрел всяких биохакеров блоги интервью вот это все прочее я не встретил ни одного кто дышал бы очищенным воздухом через маску пил бы кристально чистую воду выращивал бы самостоятельно овощи мясо и все прочее чтобы быть уверенным что оно не загрязнено там радионуклидами или пестицидами нет им всем совершенно наплевать на экологию вокруг ну максимум там следят за увлажнением воздуха в собственной квартире но нет получается из всего этого что если вы современный биохакер вы максимум можете воздействовать на 50 процентов образ жизни это это вот прям идеальная такая натяжка серьезно 35 а еще остается 65 процентов того на что вы вообще никак не повлияете и соответственно 65 процентный риск того что ваш биохакинг будет просто впустую и скорее всего вы потратите время на то чтобы попробовать подлить время жизни она потом просто закончится потому что вас не спасет плохая медицина или вы не знаю получите рак из-за загрязненного роду радионуклидами воздуха или вылезет какая-нибудь наследственность о которой вы еще не знали или нынешние генетические тесты не смогли его просто найти хотя вы вроде столько всего провели к сожалению пока это так и более того если мы посмотрим на глобальные научные проблемы у нас уже не за горами перенаселение планеты и нам тут вообще совсем не интересно чтобы кто-то жил дольше чем нужно вот прям очень интересно нам нужно чтобы все более-менее было стандартно а если и будет изобретен какой-то метод который действительно помогает продлить жизнь или еще что то мы с вами друзья об этом никогда не узнаем это будет слишком торога чтобы могли позволить себе обычные люди до нас это точно не дойдет поэтому хочу пожелать всем здоровья не маятся биохакингом а если хочется жить без болезней маятся зожем это максимум что вы действительно можете сделать для собственного организма и это действительно научно спасибо большое здравствуйте а скажите а сколько биохакеров вы знаете лично честно лично могу одного назвать кого бактышева это кто ну это в питере такой есть у нас на тропе я на тропщик ясно понятно но это получать понимаете получается такая картина наверное многие видели популярный комикс ученый изнасиловал журналиста то есть вы посмотрели бешеное количество всяких выступлений записей там прочитали статью фагея считаете что знаете что такое биохакинг а биохакеров не знаете ну так это опять скатывание к личному опыту то есть надо лично знать да биохакеров чтобы они что-то рассказали я прекрасно знаю научные исследования я прочитал их не один не одну десятку тыс просто очень понятно по вашему выступлению что скажем так нормальную часть биохакинга вы просто не знакомы с этими людьми поэтому ну ваши заявления они такие немножко пустые я могу еще несколько тезисов сказать чтобы ну подтвердить что ну скажем в этой области вы не очень ориентируетесь во первых судя по всему вчера попустили лекцию мускалева и дмитрия модеры которые рассказывали о том какие есть инструменты продления жизни в той или иной степени да и там как можно тем что сейчас уже доступно в том числе путем там инструментальных измерений анализов крови повлиять на риски возраст зависимых заболеваний и в общем скажем так повысить свои вероятность прожить дольше понятно что это никаких гарантий вам но мы вообще живем в мире вероятностей да может троллейбус там переехать или там кирпичные бы упасть но на здоровье свое мы влияем это точно вероятностей мы можем увеличить снизить риски заболеваний вот вот последний ваш тезис например по перенаселение вы явно не ходили ничего не изучали в области демографии старения и прироста населения тезис перенаселения вообще говоря скажем так весьма слабый потому что начиная там с академика копиться который изучал демографию он уже первый показал что скорость прироста населения падает по мере развития каждого государства прирост населения в нем уменьшается и например там характерные примеры тот же китай который отменил все свои законы по ограничению рождаемости потому что там уже нет такой проблемы более того если прямо сейчас есть интересные расчеты можете посмотреть это не надо мне верить можно это проверить если прямо сейчас люди перестанут умирать вот прямо сейчас концу века население планеты увеличится примерно втрое не больше это никакой проблемы не составляет с учетом там развитие технологий в том числе там ресурсообеспечения нет такой проблемы перенаселения ну я считал разные мнения на этот счет и уверен что есть и другие расчеты про вашу апелляцию к авторитетам ну знаете также гемеопаты работают что там да 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 действительно мы можем снижать вероятность каких-то заболеваний но насколько это продляет жизнь мы понятия не имеем на данный момент очень просто я я в взрослого возраста естественно сердечно-сосудистая онкология а если вы посмотрите за счет чего ну извините друзья у нас сейчас сессия вопросов и ответов пожалуйста дискуссии после лекции у меня еще один вопрос значит он касается того что у нас нет корректной выборки и мы не можем проанализировать на большой достаточно большой выборке эффективность геропротекторов но у нас есть целая страна япония которая после атомной бомбардировки начиная 46 года развернула государственную программу производства биодобавок и принудительного приема биодобавок населением значит представьте себе рабочий идет на производство у него вот он отмечает свой пропуск это допустим 47 год он отмечает свой пропуск на проходной принимает те таблетки которые для него там лежат после этого только он прошел на свое рабочее место но это было в самые первые годы введения этой государственной повторяю программы в настоящее время там конечно это абсолютно как бы феерически развившаяся отрасль производства бадов при том что бады принимают 92 процента населения и при приеме на работу один из вопросов для человека а какой компании и какие биодобавки вы принимаете это косвенным образом позволяет оценить заинтересованность человека в самом себе как работники эффективным вот и ну и нет нужды говорить что япония это страна с максимальной продолжительностью жизни вы будете ссылаться на какие-то особые условия окинаву значит суши рыбу и водоросли но по факту мы имеем действительно огромную выборку мы имеем опыт целой страны население которой занимается биохакингом с 1946 года хотелось бы услышать ваш ответ ну я бы действительно сказал что там слишком много параметров которые мы вообще никак не можем оценить а вы делаете упор только на то что это именно бады неизвестно совершенно ну и что это не доказательство друзья я напоминаю что у нас есть вопросов и ответов а не дискуссия все хорошо вы вот критикуете биохакерство и ваше расстояние список лекарств и филатов отталкиваясь от доказательной медицины но доказательной медицины только 30 лет в современном виде она есть те же принципы признаки религии которые вы приписали биохакеру можно привести доказательной медицины почему мы должны на веру принимать то что это рандомизированные исследование не правят правду говорят да не должны можете не принимать то просто если мы собрались на научно-популярном фестивале давайте говорить про науку доказательной медицины считается наукой религии нет биохакинг нет а я не могу это опровергнуть как я возьму я опровергнул друзья я не говорю что мы не можем проанализировать все параметры это невозможно тем более вот прямо сейчас здесь знал я имею другое мнение я вам его сказал добрый вечер у меня такой вопрос мы естественно все равно утверждаем что допустим даже превентивная медицина это хорошо зоши это хорошо ну то есть максимально там ну так или иначе следить за своим здоровьем это все здорово и ну как бы есть исследования которые это подтверждают но вот где именно та граница когда просто употребление витаминов переходит в биохакинг где просто там банальное отслеживание своего самочувствия и регулярное посещение врача они уже превращаются именно в это то есть где грань между биохакингом и адекватным подходом к своему здоровью спасибо ну насколько я могу про это дело судить гранили именно там где вы себе ставите цели если это реалистичные цели которые соотносятся состояние медицины на данный момент да ну то есть вот просто ближайшее время не умереть от инфаркта то это нормально если вы ставите себе цель прожить там на сколько то лет дольше да или там сильнее или умнее то это уже больше на биохакинг похоже большое спасибо за задать вопрос по сравнению с предыдущими вашими оппонентами вопрос к вам как к врачу к врачу неврологу вот когда студенты например и школьники не пытаться найти какую-то информацию и очень помогает время википедия другие ресурсы насколько я понимаю таких ресурсов которых можно было бы найти при системе поиск по патентам в медицине какие-то нюансы по заболеваниям углубленно с доказательствами с каким-то корректными данными если такие ресурсы которыми вот вы как врач сейчас уже пользуетесь это просто расскажите немножко об этом пожалуйста может из вашей практике ну это все известные ресурсы подметка хрейн аптодейт аптодейт платный в россии начал появляться российский вариант аптодейты долгом но он тоже платный но хотя бы на русском языке если говорить про такой базовый уровень когда там до научного для чтения научной литературы далеко то википедия на английском языке она например намного лучше чем русская там действительно очень много фактов очень много ссылок прямых конкретных на утверждение это можно использовать уже дальше читая по ссылкам конкретно я бы пока так ограничился хотел бы ответить на что есть о том что мы будем лечить биохакеров от последствий того что они с тобой сделали и типа платить за это деньги да общественные а сейчас то мы платим деньги за тех кто ведет нездоровый образ жизни для за тех кто пьет много не бегает и так далее то есть может быть лучше нам платить за биохакеров которые что-нибудь не то с тобой сделали ну да может быть но тем не менее на данный момент мы все же лечим не только тех кто ведет плохой образ жизни это все таки пусть довольно большая часть но это не все добрый день спасибо большое за лекцию хотела уточнить для меня понятие биохакинга это тоже такое что-то новое не совсем понятно но я услышала что там есть добавки и есть анализы может быть можете рассказать что вот в рамках зожи все-таки из добавок там анализов вы можете порекомендовать тем кто следит за своим здоровьем ну вот как не знаю прививки делать вовремя спасибо за вопрос ну по поводу добавок это вот про японию видимо надо уточнять это не ко мне единственную из добавок который я могу действительно внятно порекомендовать и то скорее всего не прям всем это витамин d потому что мы все-таки живем в северном северной половине земного шара у нас тут солнца мало и считается что прям статистически почти у всех он снижен и есть смысл для профилактики принимать ты единственное вот прям то что можно назвать бадом что я действительно согласен рекомендовать все остальное ну вот так вот прям всем нет спасибо большое за лекцию такой вопрос как вы относитесь к лечению витаминами каких-нибудь заболеваний ну в частности там эндокринных ну погодите если мы говорим про лечение витаминами заболеваний то есть заболевания витаминоз они куча разных и ничем кроме витаминов и не получится лечить это действительно нормально возможно вы что-то другое имели ввиду просто добавление витаминов при лечении там эндокринной патологии какой-то или еще чего-то в большинстве случаев это обычно просто на всякий случай типа добавляют это редко когда обоснованно спасибо всем всем большое друзья сейчас до следующей лекции у нас будет примерно часовой перерыв и у меня для вас новость насчет изменений в расписании